Собственники многоквартирных домов согласно жилищному кодексу могут выбрать один из двух способов, который позволит распоряжаться собранными средствами на капремонт. Жильцы имеют право создать спецсчет для своего дома или перечислять деньги региональному оператору в общий котел. Сегодня практически все большие многоквартирные дома в Вербите решили сами собирать деньги на ремонт своего дома. Такая возможность появилась относительно недавно, но уже виден результат. Дома стали ремонтироваться чаще, а следовательно и улучшается качество жизни людей. Порядка 77 отремонтированных крыш на многоэтажках. И это только начало. Если раньше жители годами ждали капитального ремонта, то сегодня те большие дома, которые перешли на спецсчета, могут буквально за пару лет накопить деньги и отремонтировать, например, крышу. Одни просто обновляют кровлю, не меняя материалы и конструкции. Другие, например, жители домов на улице Логинова, решили заменить шифер на металлопрофиль. А вот жители дома на 50 лет октября 44 одними из первых в городе решили полностью изменить конструкцию крыши. Была плоская мягкая кровля, а станет двускатная и металлическая. Почему мы пришли к такой кровле? Потому что здание, зданию этому не один десяток лет, и кровля была изначально, она срок эксплуатации у нее небольшой. И при этом начались протечки, латание дыр. И это из года в год. Жильцы здания дома устали от этого и решили накопить денег и сделать двускатную кровлю, уйти от этих проблем. Как будет выглядеть дом, как улучшить качество жизни, решают жители. Управляющая компания лишь обращает внимание на острые проблемы, дает советы и помогает оценить качество готовой работы. Причем крыши – это не единственная проблема, которую жильцам многоквартирных домов сегодня приходится решать в экстренном порядке. Люди могут потратить накопленные деньги на ремонт от мосток, приведение в порядок подвальных помещений, фасадов. Меняют и систему отопления на более современную и экономичную. На Чилишевского 2 впервые в городе мы сделали систему, которая называется в зависимости от тепла, от погодного регулирования. Соответственно, жители, конечно, сегодня зима не показательна, она холодная, но вот уже начиная, например, в теплый период времени, то есть жители будут платить за тепло, гликокалорий в зависимости от погодных условий, а не от того количества гликокалорий, которые поступают непосредственно от теплооснабжающей организации. То есть жители вправе сами регулировать на сегодня на доме определенное количество гликокалорий и температуру создавать у себя в доме непосредственно, какая сегодня им нужна. Существует определенная система гребенок, распределения тепловых нагрузок по дому, и поэтому все подъезды получают равномерное тепло, ну, по квартирам даже. Причем улучшить качество жизни за счет накопленных самостоятельно средств могут не только жители очень больших домов. В трехэтажке на зерноочистительные люди тоже смогли накопить деньги и полностью поменять в доме электропроводку. Электрический сетей на зерноочистительные замены всех приборов учета. Сейчас все счетчики, они поставлены однотипные. И как бы следующим этапом мы хотим этот дом сделать, чтобы автоматизировать снятие показаний, то есть установить систему ОСКОР. Первым этапом вот эти работы, они были выполнены за счет спецсчета, то есть то, что жители накопили на капремонт. Ну, это автоматизация системы освещения, это экономится электрическая энергия. Более того, после замены проводки практически к нулю сводятся потери электроэнергии. А нерадивые соседи не смогут воровать электричество. Сегодня подобную модернизацию можно провести в любом доме, лишь бы были деньги на спецсчете. Большие ремонты ждут и те дома, которые на спецсчета не перешли. Ну, малые дома в основном у нас остались, так называем, в общем котле, поэтому они не переходили на спецсчета. И в соответствии с графиком, планом, утвержденным региональным оператором, у них подходят сроки как раз выполнения капитальных ремонтов. Капитальные ремонты там будут проводиться за счет средств регионального оператора. А жители потом будут вносить свои средства на протяжении, рассчитываться за этот капитальный ремонт в течение 30 лет. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС РБИТ.